Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем играть в замечательную семейную игрушку под названием PAWS, которую мне подарила одна из подписчиц Юля Кровацапко. Ну что же, вперед к приключениям, четвертая часть. Кстати, для тех, кто не помнит, что было в третьей части, советую пройти в плейлист разные игры. Там все есть прохождения этой замечательной игры, да и не только. Много игр найдете по своему вкусу. Итак, помните, в третьей части мы шли все время по следу нашей мамы. Как же страшно становится. Так вот, да, вот это мы видели в окончании третьей серии. Мы пришли по следу, пришли в какое-то, не знаю, даже не назвал бы это жилищем, скорее всего, расщели на столе здесь. Здесь ночевала наша мама с детенышами, и наш малыш-рысенок также здесь решил переночевать. Ну вот, теперь у нас новые опасности. Даже, я бы сказал, это первые опасности, которые будут у нас на пути. Волки. И это мне очень не нравится. Волки, которые погнались за стадом оленей. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Проход, но я, возможно, туда не смогу пройти. Пойдемте дальше по следу родителя. Я надеюсь, что здесь не будет сейчас какой-то засады. И очень хочется верить, что даже тем оленям удалось сбежать от дикой стады, стаи, простите, волков. Потому что, как я говорил ранее, наступает ночь, наступают новые опасности. Мне показалось, или я слышал... Что за звук? Как будто нюхает, либо дышит тот самый волк. Постойте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Волк. Это волк. То ли он спит, то ли он раненый, я не пойму. Подойти ли к нему или нет? Фух, как же очень страшно мне. Давайте попробуем подойти. Может быть, мы ему, конечно, можем помочь. Это медведь. Это вообще медведь, посмотрите. Это медведь. Что с ним? Ему нужна помощь? Он нас даже не замечает. Так. Ладно. Что такое, а? Почему-то меня опять показывает, что надо идти на него, но я пойду, пожалуй, пока что по следу родителей. Так, я не смогу здесь собраться. Нет, мне кажется, что ему требуется какая-то помощь. Давайте все-таки подойдем к нему. Как же тебе помочь-то? Что нам нужно сделать? Ну, и что же? Если... Даже если присесть рядом с ним. Покричать. А, он хочет есть. Он хочет есть. Он голодный. Я понял. Он хочет есть. Так. Ну, вот здесь подсвечивается что-то. Вот. Смотрите, мы взяли то ли фрукт, то ли это кусочек меда, я не знаю. Давайте покормим его. Так. Иди сюда, малыш. На, я тебе принес кое-что. Так. Как тебя накормить? Ммм... Так. А, просто бросить? Да, он поел. Подождите, стойте. Давайте еще принесем ему кусочек. Я надеюсь, сейчас мы его накормим, он нас не съест. Не навредит нам. Он еще хочет есть. Да, он еще хочет есть. Он очень голодный. Я так понимаю, ему нужно набраться очень много-много-много сил, поэтому... Даже, наверное, по максимуму я принесу ему еще и ды. Ешь. Ешь. Ешь, дружище. Привет. Ты кто? Привет. Ну, вроде как бы я бы его уже накормил, да? Ага. Смотрите, мы сдружились с медведем. Ничего себе. Ага. Так. Что? Он помогает нам запрыгнуть. Так. Нет. Дружище, пойдем вон туда. Мне надо вон там забраться. Нет, здесь ничего нету. Он, по-моему, настолько голодный, что он тут начинает поглощать все и вся. Так. Ну, вперед. Вперед, Мишка. Вперед. Да не туда же. Блин, ну что с ним такое? Как его заставить идти вот в ту сторону? Мне не надо сюда. Мне не надо прыгать туда, понимаешь меня или нет? Ну, и что? Ну, замечательно. Я теперь еще и забаговался здесь, походу. Доставай меня. Достань меня. Это багованный Мишка. Это багованный Мишка. Во. Оу. Стой, 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 стой. Я потихоньку начинаю выбираться, мне кажется. Либо я застрял вообще конкретно здесь. Медведь, вытащи меня. Разбей эту скалу. Съешь ее. Я же смотрю, ты там поглощаешь все подряд. Медведь, которого я накормил, и который, блин, меня закинул в это ужасное место, где я, блин, просто забаговался тупо. Достань меня. Эй, алло. Так, в общем, я кое-как выбрался оттуда. И, собственно, я понял. Надо криками звать медведя вот именно к тому проходу. Помните, да? Где я подошел и не смог пройти. Но я на всякий случай туда еще кинул кусочек яблочка, чтобы приманить его. Не знаю, подействует ли это или нет. Да, ну, кажется, подействовало. Вот теперь давайте попробуем запрыгнуть. Запрыгнуть ему на спину, что не так легко вроде. Так, аккуратно. Ну, с первого раза у меня получилось как-то проще, мне кажется. Так. И теперь вперед и прыгаем. Отлично. Все. Получилось. Так. Медведь-то, собственно, придет сюда? А. Точно. Давайте повалим дерево. И мишка теперь пройдет. Кто-то мне писал, да, в комментариях, что медведь будет ходить за нами и помогать нам. А, вон он уже там, наверху. Иди, иди обратно. Иди обратно. Иди сюда. Иди за мной. Иди за мной, друг. Иди. А, он уже все поел? Он... Ага. Тут был проход просто как бы. Так. Я надеюсь, что этот медведь вырастет не очень большим. Даже если вырастет большим. Но я хочу, чтобы он нас не съел. Надеюсь, этого не заложено в игре. Так. Ну, по крайней мере, теперь мне не так страшно идти одному. Потому что здесь волки. И какая еще может быть опасность быть? У нас есть новый друг. Который, я надеюсь, нам поможет в тяжелую ситуацию. Так. Давайте нюхать, почаще нюхать. Да, не забывать. Миша, ты где? Кстати, пишите в комментариях, как дадим кличку, имя вот этому медвежу. Я вижу следы. Миша с нами? Миша с нами. Мне интересно, а если накинуться волки? Что, скорее всего, в сюжете это есть. А медведь каким-то образом будет нам помогать? Пытаться? Отбить? Так, мама пошла туда. Через болото. А это что? Это, наверное, достижение какое-нибудь? Я не знаю. Так. Что-то я боюсь плыть. Мы вдвоем с медведем, посмотрите. Блин, как прикольно сделано. Он тоже гребет, он тоже гребет лапкой. А нюхать можем? Да, можем нюхать. И мне показалось, как будто Мишка целенаправленно знает, куда нам идти. Большое болото. Большое болото. Медведь, ну зачем ты гребешь наоборот? Не в ту сторону надо. Что ты делаешь? Да, вот. Развернись. Разверни налево, пожалуйста. Это что еще? Это что еще? Это что было? О, ой-ой-ой. Можно я не буду лапками... Не буду лапки опускать в болото? Нет, 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 нет. Вот направо, направо, направо. Направо. Все, плыви. Побыстрей, побыстрей. Мне кажется, как будто сзади кто-то... Да, сзади кто-то плывет. Что это такое? Давай быстрее к берегу. На берег, на берег, на берег. Уходим. Это было довольно страшно. Тут опасность, блин, на каждом углу. Слышите, как Миша урчит? Больше нет почему-то следов, я не вижу. Но лакомство для Мишки есть. Пойдем. Иди, наешься. Наешься. А то опять придется бегать, собирать по всей карте для тебя яблоки. Хотим, дружище. Ага, вот след. Непроходимая все-таки вот эта растительность мне не нравится. Но с одной стороны, там можно от опасности спрятаться. Что, Миша? Что на этот раз? Ты просто устал. Да, кажется, наш рысенок тоже устал. И пришло время немножко отдохнуть. Чтобы наши лапки даже отдохнули. И хвостики. И ушки. Довольно-таки был длинный путь. Все покрыто глубокой тайной. Это унылое место холодом жжет. Но пусть не страшны тебе будут заклятия. Так. Дело ближе к рассвету. Скорее всего, Миша спит. Но, малыш, рысенок не дремлет. И нам предстоит следующий долгий путь. И, скорее всего, мы узнаем еще какие-то новые тайны. Но это все уже будет в пятой серии. И, скорее всего, будут еще более опасные передвижения. И появятся какие-то хищники. Я так думаю. Ну что же, пальчик вверх. Следите за каналом. Продолжение следует...